Ледовый дворец – это своеобразная визитная карточка и один из узнаваемых символов всего Одинцовского района. Его состоянию и развитию администрация не случайно всегда уделяла самое пристальное внимание. Здесь успешно культивируется и детский хоккей, и детское фигурное катание. Андрей Иванов внимательно, а порой даже придирчиво осмотрел итоги проделанной работы. На ремонт раздевалок, обновление полей, спортинвентарь в 2015 году было потрачено около 4 миллионов рублей. Эти деньги были продуктивно освоены, сегодня мы посмотрели, действительно качественная проведена работа, но нам еще многое здесь предстоит. У нас большие планы по созданию дополнительных тренажерных залов для детей, которые занимаются фигурным катанием, там они будут отрабатывать элементы акробатики, и у нас будет сухое поле для занятий хоккеем. Также в ближайших планах организация доступного кафе, перестройка входной группы и открытие серьезного магазина ледовой амуниции. Соответствующие технические задания проектными организациями уже получены. Реконструкция позволит проводить здесь спортивные мероприятия самого высокого уровня. Есть идея здесь создать академию хоккея для детей. Может быть мы договоримся в ближайшее время с каким-то центральным хоккейным клубом из хоккейной лиги, из профессиональных команд. Поэтому для этого нам необходимо будет подготовить и само сооружение соответствующее, и обеспечить также прием наших детей, может быть в качестве интерната, если это будет академия, или прием тех спортсменов, которые будут к нам приезжать из других районов, из других, может быть даже субъектов Российской Федерации, когда будут проводиться соревнования. Амбициозные планы потребуют и реконструкции гостиницы, дворца, и организации отдельной системы спортивного питания. Но это уже планы следующего года. Летом 2016-го на площадках пройдет замена бортов, реконструкция стен, систем вентиляции, кондиционирования и влагоудаления. Андрей Иванов, и это общеизвестно, является большим поклонником хоккея с шайбой. Впрочем, по его признанию, он одинаково комфортно чувствует себя и в деловом костюме, и в спортивной экипировке. Мне нравится днем на работе деловой костюм, а все свободное время, которое у меня есть, я провожу в спорте, потому что все-таки нагрузки по работе большие, именно спорт позволяет сбросить эту негативную энергию, которую за день накапливаешь, пообщаться с друзьями, пообщаться с командой. Все-таки и власть, и хоккей – это командный вид спорта, поэтому и там, и там чувствую себя комфортно, но более распрощен, конечно, на коробке. Там меньше факторов, которые меня сдерживают в поведении. Конечно, глава не смог удержаться от того, чтобы сменить пиджак на хоккейную майку и лично выйти на площадку, поучаствовав в товарищеском матче. Судя по довольным лицам игроков, лед на поле действительно отличного качества. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».